друзья всем привет вам так полюбились рум туры что мы нашли еще одну очень благодушную хозяйку это гвоздева наталья причем мы находимся не дома мы находимся в рабочем пространстве это кабинет педагога психолога наташ я знаю что у тебя есть еще специализация просто я в этом не сильно расскажи пожалуйста почему ты в сидим потому что обычно я тебя вижу в другом цвете и чем ты можешь быть полезно деткам и кстати мы в городе саранск здравствуйте очень приятно я по второй специальности старший и би терапист занимаюсь с детками раз раз это расстройство аутич аутистического спектра сокращенные название аутизм почему в синим апрель это месяц распространения проблемах аутизма и проходит акция зажги синим когда вот 2 апреля в этот день подсвечивались синим светом здания мосты но для того чтобы привлечь общественность к проблемам аутизма для того чтобы люди знали что такие детки есть что они рядом с нами и к ним относились терпимее точно так же как любому дам когда такой же ребенок такой же ребенок да с такими же потребностями желаниями он такой же как и остальные детки ну только немножко может быть в поведении чуть-чуть особенный да так классно что ты реально можешь помочь таким детям мы к наташу ходим как нашему педагогу просто на доп занятия потому что нас очень активный ребенок и его обычные педагоги не шибко выдерживают поэтому это педагог наши алены по совместительству поэтому мы здесь наташ мы кабинет тебе составляли примерно в сентябре или в августе до тепло вниз августа да вот у тебя уже почти год эксплуатации мы сейчас ребят все покажем посмотрим хочу сказать в каком ключе будем работать мы покажем все все предметы я посмотрю в каком это состоянии за год все-таки это рабочее пространство это него что ты дома дети не трогать у тебя каждый божий день дети всегда работаешь то есть это все время в эксплуатации и обязательно мне к тебе вопросы будут такого характера пожалела ли ты или вот ну поменяла бы что-то в процессе эксплуатации потому что все равно живут когда купил вы новенькая классненькая когда начинаешь пользоваться это совершенно другое договорились не скрывая нет все честно так во первых сразу дим на стену все дипломы все награды это наши и киевские рамки fix book то есть это самый бюджетный вариант на текущий момент при этом очень лаконично смотрится это легкая то здесь оргстекло наподобие оргстекла кто там любит по моим ногтям определять звук почему рекомендую именно их стены могут быть разные сертификаты дипломы тоже разной плотности при этом вы точно будете уверены что это не свалится и это будет очень ровненько смотреться если брать толстую рамку это все-таки дети дети активные могут быть родители не все вот ну дружат с пространством скажем так есть такие как я кто может в угол влететь если у вас будет очень сильно торчать это дома вы можете оставить а 10 общественное место и если у вас будет толстый угол на два на три сантиметра человек может просто задеть соответственно повредиться вот это как бы рамками довольны либо поменяла все-таки на другие нет рамками я очень довольна наоборот даже хочу еще докупить рамки потому что предстоит как дальнейшее обучение вот и я бы оставила только эти то есть твоя наградная стена она вся вот именно будет в этом так поехали дальше так как кабинет в принципе не сильно большой отдельного пространства для гардероба нет но я насколько соответственно я знаю тебя дети по одному занимаются поэтому нет смысла там кого-то где-то раздевать у тебя вешалка рига стоит вместо гардероба то здесь в принципе твои вещи сейчас наши вещи с техникой наложены вот как она по эксплуатационным но тоже никаких вообще нареканий очень удобно занимает место мало как ты уже отметил так как у меня нет гардеробной зоны вот вот благодаря вот этой вешалке эта зона появилась хотя бы разделение да да то есть у меня спокойно здесь и детки раздеваются родители которые присутствуют на занятии также могут здесь раздеться расположиться ну вот зима все-таки более тяжелые вещи не провисала ли нет нет а вот все-таки ну это опять же да это не дома это постоянно там складывается если это родители зашли они же сюда разуваются до складывается грязная обувь как вот это все отмывается оттирается ты сама ухаживаешь у тебя уборщица приходит нет ухаживаю за мебелью за кабинетом я сама но очень спокойно это все вытирается тряпочкой то есть у меня клиенты ушли у меня 15 минут перерыв если я привела это все очень быстро в порядок протирал еще знаешь вопрос в плане устойчивости все-таки колесики нет такого что у тебя куда-то уезжала нет поставила стоит так едем дальше я ведь до капучи человек нет удобно даже вот ее когда вот я убираюсь например ее там не нужно брать переставлять я ее просто перевезла убрала вот эту вот зону с учетом того что тебе как бы ты все-таки да не огромной комплекции и что-то тяжеленное таскать тоже нет смысла то есть тебе комфортно это вот получается от тебя такая рекомендация девочкам кто вот ну живет одна девушка нужно что-то вот мобильное так ну да потому что здесь от места под обуви там же все равно очень часто приходится это место протирать убирать вот удобную вешалку передвинул перевез благодаря колесикам протер и опять на место то есть у тебя по факту обычная уборка это как генеральная что ты убрала все все чистенько и так дальше едем стулья дэй подушки малинды вот малинды я смотрю за там сентябрь октябрь ноябрь декабрь его февраль-март грубо за 7 месяцев они прямо в блинчики превратились ну то есть они вот той потоньше стали но потоньше вот сегодня суббота получается прошла неделя я эти подушки каждую неделю забираю домой стирать они очень хорошо умещаются в барабан да по одной подушке вот после стирки они опять возвращаются в свою форму то есть она один покажи то что малинды не одна то есть обратно ли тебя примерно вот такие становятся даже еще пышнее здесь все равно сидели как бы учитывая то что целую неделю меня шли занятия в день там по 5 по 7 человек у меня родители есть которые приходят и сидят вот они да немножко они вот как бы но после стирки они опять я прям в торге что ты уже 7 месяцев раз в неделю стираешь то есть это минимум 4 стирки в месяц получается 20 грубо 30 стирок они уже у тебя пережили ну да ну может быть там ну плюс минус какой-то выходные так далее просто я вот не вижу разъехавшиеся ткани отвалившегося чего нет после стирки они вообще в очень хорошем состоянии то есть опять такой пушистик сбитый получается потому что дома как бы я ну так часто не стирали так стулья d ты брала самые бюджетные ну чтобы опять же да легко было перемещать но тогда я помню когда мы с тобой обставляли кабинет и только начинала свою деятельность это все-таки большие финансовые вложения понятно хоть хочется каких-то больших кресел красиво вот как твоим то есть ты же страну боковым зрением наблюдаешь как родители сидят удобно им или тебе хочется поменять им на что-то более комфортное но прежде чем вот я сама тоже периодически сижу на этих стульях когда вот например наблюдаю работы своего вот другого специалиста мне комфортно родители тоже не жаловались что мне удобно они сидят целый час и я не замечаю за ними допустим наши вот этих ерзаней каких-то что-то вот спину потерла то есть вот приходят родители как вот они заняли допустим свое положение они в принципе как бы так и сидят без каких-либо но и я сама сижу вот на этих стульях вот и мне комфортно можно облокотиться поддержка как раз да спина вот поэтому мне даже по стульям никаких нареканий я бы их не поменяла я бы их оставила и даже если бы там в дальнейшем может быть был какой-то переезд я бы их бы и взяла то есть это вот на текущий момент потому что мы с тобой по каким еще позициям только прошлись то есть это то что у тебя вот живет и меня это в принципе этого не хочешь давай дальше у нас маму от линейка у нас подстилка которая все-таки смотрю уже так это ну потихоньку все равно же зашоркивается скажем так за эксплуатацию не интересен маму не в домашних условиях обалдеть ты че с ним делаешь чем ты их отмываешь ли у тебя дети такие аккуратные приходит нет но за мебелью я ухаживаю конечно как бы что скрывать на говорить что вот да я ее протираю но вот опять же у меня допустим ушел ребенок после работы я протерла это все с целью опять же дезинфекции а вот и все каким-то специальным там средств не стоишь у меня на обычная тряпочка одноразовая там по уходу вот и обычные средства вот у меня десептик стоит кота и все сырают да было когда ручкой карандаш но это вот у меня средства вот опять же для мебели антисептик она очень хорошо все утирает нет детки хочу сказать у меня детки не только норма типичные дети без особенностей в развитии есть дети которые очень у них отличается поведение поэтому здесь бывало мне и стулья переворачивали и стол переворачивали то есть но ребенок приходит он демонстрирует такое поведение он не говорит он мне не может сказать что я не хочу заниматься он может и соответственно летели и стулья и стол этот летел вот ну нет ничего не сломал до какого возраста деток ты сажаешь вот за это в зависимости от роста то есть у меня например есть ребенок пять лет но ему подходит вот именно вот этот вот стол алена знаешь что у тебя же да 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 она высокая вот она уже за другим столом то есть на возраст не смотрю смотрю на рост ростовки насколько удобно тебе удобно постоянно менять вот сейчас дойдем до того угла да но вот с учетом все-таки особенностей вообще если вот но это педагог психолог да то есть с детками с необычными с обычными работаешь не только ты если вообще до давать рекомендацию то есть это должно быть безопасно чтобы не дай бог никаких острых углов да чтобы никуда ничего я понимаю что у тебя стоит столик лак на нем накладки на нем еще бутыль с водой то есть свести его сложно то есть если бы его использовала в качестве рабочего места есть риск повреждения ребенка так у меня вопрос к полосам потому что очень много это мои любимые коврики мои тоже что ты с ними делаешь они у тебя чистейшие ты химчистку сдавала в химчистку я их еще не сдавала планирую сдать когда уже вас покажу после года эксплуатации полного года эксплуатации так сказать я их чищу тоже вот тряпкой то есть как средства влажная уборка да у тебя даже все наклеечки щутся вот он кстати лангистед помните я много раз говорила что лангистеды хорошо между собой стыкуется вот например у натальи 21 голубой один бежевый это и разбавление интерьера 1 и 2 это удобно то есть я не одна огромная махина тебе надо ты свернула где нужно почистить интересно смотрится вот такой вариант два цвета и действительно они вот очень так вот аккуратненько прилегают они у меня не тебя никаких подстилок вне обычный линолеум кстати очень часто говорят что полинолеуму может ездить нет или пламинату а вот то есть вот детки активны они приходят они могут и побежать вот но нет никогда он у меня но если я сама его конечно а вот так вот в процессе когда вот идет занятие детки бегают они тут на батуте там прыгают нет он не съезжает стоит на место и да давай теперь про твой работе расскажи про свое рабочее место шагай садись покажешь насколько удобно неудобно здесь у нас такой же ады стоит рабочее место собирали из линмона долго ждали тумбу алекс она была тогда в дефиците сейчас тоже с ним пока проблемы кстати а у тебя получается что ты вот эти две ноги не убирала да то есть ты их оставила как есть не стала убирать но с другой стороны для тебя с учетом особенности твоих клиентов это лишние опоры потому что на алекс же он не крепится намертво тебя стоит стол на ногах что его свести надо постараться это дернул и стол улетел так рассказывай насколько удобно у тебя метр двадцать на 60 столешницы но удобно все основное помещается это вот ноутбук документы здесь допустим по каждому ребенку который я вот выкладываю но стол меня вполне устраивает вот это вот тумба очень удобно это же где там я могу убрать и покажу свои это алекс классический обе она у тебя битком набитая так но нет у меня вот есть свободные такие вот даже то есть я даже убираю пособия которые вот которыми я пока не пользуюсь они у меня сюда вот это твой такой складохранилище да здесь умещается у меня все конфеты для детей допустим я сюда убираю как раз вот ну вот такие вот вещи как вот мешки для мусора тряпочки даже нет никакого шкафа у тебя здесь хранения все здесь вот здесь все вмещают подстилка вижу что деформировалась вот неудобно наверное сейчас под руками но она деформировалась но честно говоря когда вот я бумаги кладу какие-то заполнять в принципе я каких-то неудобств это не чувствую она давно вот так поднялась таким углом я поставила сюда горячие то есть вот и она да и она просто не знаю что попробую первых она у тебя не на ту сторону лишь должна должна вот на эту сторону лежать ну тут как бы по желанию а я наоборот и у тебя видишь вот эта сторона ровная ты можешь сейчас перевернуть а это утяжелеть здесь же ноутбук стоян практически стационарно стоит то есть вот этот момент так здесь у тебя этот 3e до наборчик под канцелярку казалось бы бумажный я честно думала что он долго не проживет у тебя у тебя все живет у тебя долго у меня и детки постоянно живут они очень любят сюда залезть на стул посмотреть что есть то есть они постоянно это трогают я тоже думал что это долго жить не будет вот но нет в хорошем состоянии я тоже это кстати что не рады да тоже тряпочкой протираю вот там я только не сильно влажные да не слегка кресло это моя любовь я выбирала между ведь другим я хотел другой крест и хотела до другой грязь и мне посоветовала именно это я нисколько не пожалела что купила это именно его во первых это вот это вот спинка вот это вот подголовник вот этот удобный то есть это когда даже у меня появилось 15 минут перерыва я вот в него села я в нем отдыхаю то есть у меня тело да прям принимает форму вот очень удобно на нем сидеть большой плюс что здесь нет подлокотников то есть вот я вот так вот задвинулась мне нужно поближе то не ничего здесь не мешает вот стул очень вообще прекрасный переживала что он светлый как ухаживать за ним за тканью я пролила нечаянно чай на кресло и тоже кстати очень это быстро сразу же главное нужно ну да это уже как хозяйка понимаешь что если там оставишь там на день на неделю как бы ничего крест а вот сетка как себя показала то есть я вижу что никаких растяжений даже нет то что чем вы держать сетку переживает у наталья девушки это считаю мне кажется на то ли меньше чем кресло нет сетка не растянулась вообще нисколько все таки когда обустраивать кабинет ты рекомендуешь чтобы было свое какое-то но рабочее место угол понятно удобное до кресла где ты будешь отдыхать я поначалу как-то это недооценивал честно говоря у тебя стол дешевле если по деньгам сложить то есть кресло стоит 13 стол там вышел тогда что-то помню около семи тысяч то есть грубо сто три стола у тебя вышли в те же деньги что одно кресло да и все-таки рабочее кресло очень много имеет потому что на нем приходится сидеть работать за компьютером и если конечно но неудобно я даже в нем отдыхаю говорю когда вот появляются у меня минутки чтобы мне просто вот переключиться с одного занятия и вот настроен на следующее да здесь вот знаешь вот прям вот посидел очень прям ну комфортно мне удобно еще то есть мне я распечатываю например я вот так вот повернулась я вот так подвинулась бумаги ты по факту не встаешь лишь нельзя я не встаю я опять вот так же присела в общем как-то вот опять же экономия времени получается надо так давай теперь рассказывай про поль и как у тебя живет стеллаж били как я понимаю били у тебя набит почти под завязку там все твои рабочие инструментарии документы но еще до еще даже место есть я думаю его еще можно до подзабить а вот насколько тебе удобно стал и постоянно переставлять то не мне вообще как-то вот наш никакого дискомфорта это не доставляет то есть тебя заранее график когда какие детки приходят ты знаешь что так пить и на этом столе машина или то есть и ты заранее уже ставишь у меня обычно в первой половине дня это маленькие детки вот им всегда нужен маленький стол а кто на вечер этот подготовка к школе детки постарше им в основном нужен стол повыше поле то есть и по факту меня их один надо получается так ну может быть бывает там у меня там два раза в день на сумму максимум да но опять же никаких он очень легкий этот стол тоже родители же многие переживают что вроде тут полая столешница как вот примерно у лимона алексей почему этот стол люблю и рекомендую это удобно мы берем один стол на несколько лет детки разные по 3 школу маленького ростика идет и ты его не можешь посадить за большой стул у него ноги болтать с помощью этого стола ты можешь сделать то что удобно ребенку вот накладки смотрю все-таки немножко поерзались да да накладки да и с накладок вот здесь вот видно фломастер да то есть если на столешнице фломастера не видно вот с накладок очень тяжело удаляется вот у меня вот тоже на моей накладки то есть тоже можно заметить мне кажется знаешь накладки их ведь это материал такой расходный это расходник да так у нас здесь еще раз мы еще из-за любимая ленин стул как он тебя показал в эксплуатации ну деткам вообще нравится нравится у меня даже детки которые помладше все но когда мы сядем на этот стул то есть это мотивация с детского стульчика уйти на данного не жалуется что вот подстилочку хочется под были такие кстати это пожелания нет детки не съезжают пожелание было у алены как раз я все никакое пожелание не исполнил чтобы какая-нибудь подушечка подселку ну вот попадем увидишь нас какой ребенок капризульный дом или это потому что на стульчике одета уже дома используется в качестве рабочих мест и дети довольны так давай сейчас ты нас если можно заглянем в билле я знаю что ты используешь и киевские игрушки как инструментарий профессиональный для работы да так ну вот сразу это вот тоже жить и я не знаю название да здесь у меня убираются бумажные пособия карточки различные все что формата 4 лимфе дектические материалы дальше в коробочке вот я тоже убираю игрушки знаешь они тут так вот легко закрыты то есть мне что-то нам нужно я коробочку достала положила ее там на подоконник ну да потому что если без коробок это все будет хаоса это будет хаоса здесь у меня я знаю там здесь у меня для пальчиков допустим подписывать не планируешь или тебе в принципе удобно и понятно здесь вроде бы не так и много то есть я уже ну вот этих коробочек я уже знаю где мне что лежит а вот потом тоже вот убираю пособие в такие удобные контейнеры покажем в камеру въехала то есть это контейнеры глис плотненько с учетом того сколько раз ты их за день открываешь ну да мне они постоянно нужны то есть то здесь тебя вот сложно как раз да то есть я вот деткам даже вот эту коробочку даю они буквы у меня там еще в николку опять же смотри безопасно да да то есть никаких острых углов и даже есть ребенок что-то там в порыве эмоции куда-то закинул или сам все безопасно то есть вот это мы все с тобой набирали когда разово когда делали такой большой заказ общий расскажи пожалуйста привод все про вот эти маленькие штучки которые ты вот ну вот это икей это икей это икей и счет у нас тоже да но игрушки мне вообще икей очень нравится они вот если обратить внимание тут уже видно на следы следы да на молоточки но вот эти гвоздики молоточек они у меня я не знаю в день сколько раз дети берут очень любят то есть практически каждый ребенок играет до каждый ребенок играет вот я поэтому спрашиваю не домашняя эксплуатация не до 1 ребенок поиграл потом забросил но хочу сказать учитывая то что на 6 дней в неделю детки приходят и они стучат как бы один раз в день это точно это это вообще минимум вот очень даже в хорошем состоянии очень приятно фактически получается что профессиональные вещи какие-то дороже стоит чем например вот ну это же да это для дома то есть если профессиональную какую-то стучалку брать она явно будет в несколько раз дороже то есть таким образом можно взять с помощью икеи безопасные и адекватные по ценнику то есть как я говорю лучше вложиться в свои мозги чем вот да в антураж а здесь тебе это нужно про сортер расскажи пожалуйста он тебе для чего нужен вот этот сортер мне нужен для того чтобы проверить как у ребенка обстоят дела с визуальным восприятием то есть что это такое глаз рука опять же я смотрю умеет ли ребенок игрушку захватывать тремя пальчиками вот так называется пинцетный захват присутствует ли у ребенка либо же он допустим ребенку захватывает всеми пальцами двумя может да есть такая особенность когда допустим двумя ребенок то есть смотрю как вообще ребенок манипулирует с этими игрушками вот а потом наблюдаю такую функцию как зрительное восприятие глаз рука то есть взял фигуру посмотрел на нее и сразу определил куда или нужно да либо же это происходит вот так взял фигуру методом проб и ошибок не получается а вот это на занятиях или на тесте когда ты определяешь это на тесте то есть это больше тестинговый вариант который тебе нужно это для меня тестинговый вариант да ну и плюс конечно же эта игра то есть детки очень любят играть с этим домиком любят вот эти вот фигурки доставать в домике их в нужную складывать знаешь я почему люблю вот этот сортер потому что например когда надя росла а икея тогда нас еще только в жизни появлялась я может быть помнишь исходя из своих детей были такие эти как пластиковые в звенья друг друга вставляются они разваливаются ребенок злится а это деревянный капитальный короб который никуда имеющий что нравится вот если ребят для домашнего хранения у тебя место да то есть все же разложено думать никогда мы редко так вот так раскладывать хотя не удивлюсь ли к тебе прийти домой на съемку скорее всего быть тоже самое то есть это экономия места причем часть можно свалить вот сюда заложить по углам не всегда же есть возможность крышку да вот это удержать здорово я не я не знала а ты не берешь как он запакованный приходил уже нет ну да вот даже все можно сломать все здесь не умещать то есть два надо разложить то есть тогда ты сэкономишь межащего особо не нужен так у нас еще есть пирамидка и счеты почему я тебя тогда точно докапываю по детским игрушкам а во первых не так много отзыв по эксплуатацию взяли малышу ну там поиграла то есть ты уже с профессиональной точки зрения оцениваешь важная игрушка не важная и у тебя просто ну повторюсь бешеной эксплуатации в отличие от домашней но пирамидка это тоже опять же есть такой тест посмотреть умеет ли ребенок пирамидку собирать и собирать ее правильно потому что можно же вот так собрать ну да как угодно вот да но пирамидка тоже очень мне нравится и и во первых приятно держать тактильный материал до плюс она деревянная есть пирамидки пластмассовые которые вот сдуваются сплющиваются вот но вот эту пирамидку и тоже очень часто использую мне иногда ее даже дети просят вообще просто поиграть не для теста вот и приходил мальчик причем четырех лет вот он когда увидел эту пирамидку он ее попросил мама такая да вот он вроде у нас ты уж пирамид не давно не играешь а вот это вот пирамидка ему привлеклась привлеклась тем что она в виде маятника так как это маяка да маяка бы интересный такой вид вот ну пирамидка тоже очень ну нам ведь часто кажется что дети уже выросли а по факту то есть им интересно и у нас в принципе остался последний предмет это счеты вот я пока тебя слушаю слушай я понимаю что тебе нравится все что у тебя подобрана в кабинете что я ничего поменять в принципе не хочется так дима очень тоже многофункциональные но если это допустим работа с детьми с особенностями у многих деток нет указательного жеста и мы с ними вот учимся вот так вот колечки перебирать указательный пальчиком считать а это да вот плюс это вот если про особенно зима говорим плюс мы допустим с ними так пальчики да там с моториком работам давай вверх там учимся там с ними вот как бы знакомство с пространством плюс здесь цвета а где у нас желтые колечки там покажи и вот мы их пальчиком допустим там туда-сюда гоня начинаем до указательным пальчиком гонять если это подготовка к школе вот есть такие задания мы сравниваем знакомимся со знаками больше меньше равно но и когда у нас на столе только цифры и знаки это довольно таки скучно восприять даже да а когда мы берем цифры так давай там сравним 5 и 6 и перед ребенком счеты и я там ребенку предлагаю выбрать определенный цвет допустим 5 это у нас какие колечки будут и ребенок отчитывает 5 с которым там розовых колечек там а 6 это какие колечки будут допустим там зеленые он отчитывает 6 зеленых а вот и мы сравниваем а где больше то есть вот через такой визуальный ряд даешь да плюс еще я такое задание допустим когда мы знакомимся с цифрами ребенку порой трудно соотнести цифру и количество вот и часто так бывает ну вот это графический образ цифры запомнить вот тоже такие задания допустим вот я готовлю сколько колечек их нужно посчитать а потом найти нужную цифру то есть соотношение дела вот не значит сейчас смотрю я до этого никогда не задумывалась у киевских детских игрушек натуральные цвета то есть если желтый это вот самое главное оранжевый он оранжевый то есть он вот если даже вот допустим сравнить вот зеленые ну вот здесь тоже как понимаю тебя все-таки подобраны игрушки что более-менее такие вот реальные цвета были реалистичные выбирать но вот звуки да кстати вот насчет этого это вот самое главное когда очень трудно сейчас игрушку найти с именно нужным цветом потому что вот вот какой вот как объяснить цвет и вот этот и не желтый не оранжевый вот здесь вот кстати основные цвета вообще что связано с икеи это детская если брать то это только безопасность потому что вот сами мы сколько у тебя допустим дома да у тебя двое деток у нас двое все что и киевской взяты для детей не знаю это надо наверно только если асфальтным катком раскатать тогда только это развалится то что это неубиваемое но вообще честно я безумно довольна то что я знаю что здесь приложенный моя рука тоже что когда мы с тобой то там составляли мериками я тебя отправляла рисовать все это дело а еще лишь побили хочу сказать все-таки с учетом того что у тебя постоянно в эксплуатации все время его вот дать им двери идеально никаких шумовых потому что многие говорят вот там со временем нас на самом деле тоже дом стоит белье нас ничего все на месте но думать его он часто вот стоит с открытой дверью и никто нельзя его за час открываю несколько раз то есть у меня подготовка к школе мне нужно пособие достать потом я их сразу же убираю чтоб тут ничего как бы то есть это бесконечное бесконечное да это бесконечное не пожалели что двери поставила нет не пожалела очень даже удобно все закрыто а вот вот здесь кстати есть дипломом типа мебельного такого карандашика да вот по замазыванию то есть это опять же тебе эти ручки надоедят ты ходу на это как наша такая мелочь и и действительно можно закрасить то есть вот по факту за 7 месяцев эксплуатации у нас есть чирик вот здесь и у нас несколько помарочек я больше не нашла а ну вот еще подстилка но это она смертью храбрых благодаря не совсем нужной эксплуатации да я пришла поставила обед потом вспомнила что у меня здесь же здесь подкладка и она не совсем не под горячие потому что вот детская но она как бы постоянно эксплуатируется она вот в идеальном состоянии скажи пожалуйста вот твои рекомендации если человек точно также планирует выходить в частную практику то что кто-то ведь работает в школах кто-то хочет свой кабинет но там побаивается вот я знаю что ты собирала под себя да как удобно тебе вот стоит человеку идти в икею для сбора или бы проще заказать какую-то профессиональную мебель где тебе там по твоим размерам строго сделают но мне икея очень нравится у меня дома все икеи как у меня муж не скажет я ложку не куплю там нет половника у нас не было и свекровь спрашивает а что ты половник ты все никак не там не купишь муж такой но у нас же нет такие вот надо же заказ набрать вот тогда вот поэтому икея я очень люблю люблю ее таким вот знаешь функциональностью то есть у них как-то все так продумано продумано с умом все это очень удобно безопасно самое главное как ты отметила это вот края это опять же если это края то это у них есть накладки которые можно вот поэтому товарами икея я очень довольна и наверное этот магазин я не променяю на текущий момент на другой ну уйти и конечно же сейчас всякое бывает просто вот видишь у нас получилось так что можно было кабинет и в большую сумму намного до сделать был бюджет и вот чем мне например понравилось вообще вода для это когда говорят хочу интерьер подключить говорят бюджет то есть него что у тебя разгулять душа сюда можно было конечно поставить например на стол за двадцатку да то есть такое красивое бюро стояла что здесь можно реально подобрать друзья мои любой ценник под любую потребность ну главное голову включить то есть ты же сразу учитывала ага у меня какие-то детки будет такая эксплуатация то есть можно было поставить что-то другое тут бабам с разбить а здесь нет ничего стеклянного нет такого вот даже если стул отдай кинуть ничего не случится если только соседи снизу будут плакать еще конечно то я очень тебе благодарна потому что я пришла к тебе с запросом с фотографии кабинета с размерами кабинета сказала что мне нужно рабочая зона там зоны для детей зоны где у меня родители там будут располагаться и ты мне посоветовала и подобрала вот ты знаешь это все так вот мне это все подошло и я как бы нисколько вот не жалею все это очень удобно вот спасибо что учла мои интересы вот очень довольна рада помогать тут это и опытные вот вы знаете мой принцип что зачем переплачивать вот те же повторюсь тулья д сюда можно было любые поставить сюда можно был таду раз поставить за две с лишним тысячи сюда можно было другие сказать наташ ну тебя все таки офисное помещение там тра-та-та но есть бюджет ребят и есть товары которые реально вот они стоят копейки но они классно эксплуатируются я не говорю что в икее все идеально вы знаете какое какая я затыра как я не пытаюсь найти где-то дык 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 блин нету вот если говорить например про тоже твое кресло офисное да она стоит денег но она стоит того поэтому здесь любая покупка должна быть с умом можно как я уже повторяю все второй раз что можно было в три раза больше бюджет потратить на кабинет и получить примерно то же самое но вот и мебель икея она вот создает какой-то уют она гармонично смотрится между собой вот заходишь очень уютно комфортно комфортно да удобно прям вот как-то вот мне вот например я вот смотрю по ассоциативному ряду дочери мы ходили перед этим заниматься в там в частную школу яркие оранжевые зеленые красные цвета мне ребенок был взбудораженный вот чем хороша белая мебель первых у тебя и не видно еще что хочу отметить смотрите вот стиль белого цвета казалось бы светлые стены белое окно тут еще белая мебель что-то как-то да такую больничность но ты разбавила вот это акцентами маленькими рамочки в твои цветные дипломы какие-то у тебя вот кстати классно мне нравится что тут оранжевый тут оранжевый тут оранжевый то есть вот эти точечки и с учетом того чтобы тебе приходят все-таки разные дети и наоборот до них должна быть обстановка такая вот такую-то вы еще представьте у тебя красная мебель была бы нет вот эти цвета яркие конечно когда заходишь в центр это очень красиво смотрится сразу так выигрыш на вот но именно для занятий и для работы да это отвлекает это я уже тоже убедилась на свой опыте да и когда среда она так сказать обедненная вот и пособие появляется именно в тот момент когда вот нужно даже если я когда забываю закрывать шкаф все дети все уже глаза там а это что а это что а то есть когда они пришли сели за стол все они до светлые до одно пособие появилось взгляд ребенка никуда не переключается это пособие в шкаф убрали переведу тебя как с психолога на человеческий язык что нет отвлекающих цветов да то есть взгляд вот ну белый белый то есть для него это нейтрально поэтому друзья вот эти моменты тоже пожалуйста учитывайте очень многих запрос приходит мы хотим яркую детскую ну в помещении дома ли там или это какой-то кабинет мы отдыхать должны глазами нас и так вокруг очень много сейчас шумового цветового вот в таком вот если представь я просто представляю себя был оранжевый или там какой-нибудь зеленый но это взрыв мозга был бы поэтому наверное кей делает такие тональности спасибо тебе большое ну давай планируете ли вы что-то добавлять сюда еще со временем по мебели будешь допы какие-то дела вот есть как бы какие планы что хотите вот именно по мебели у меня пока все есть что нужно вот то есть получается и стол для ребенка стол для детей постарше зона где родителям расположен скаков например не планируешь ставить место между пользуясь вешалка она мне очень нравится вот все открыт удобно убрать да да поэтому пока нет надеюсь это крыши ряд комната для детишек мы забыли о чем все это фигня главное я встали смотрю безопасность но это уже знаешь опыт папы чтобы все закрыто чтобы никуда не залезли то наверно не выходишь не оставляю я не оставляю но знаешь у меня даже когда ребенок тянется пальцем туда я не беспокоюсь ну да вот то есть ты пошла да это же секундное дело а почему у тебя вот там нет заглушек а там я же включаю ноутбук и принтер в рабочее время то есть я же когда я прихожу с утра все это сразу у меня потому что мне я и распечатываю на занятия материалы поэтому сюда вот нет у меня там всегда в розетке в розетке до вставлено но мне не к чему придраться честно наверное может быть потому что это частично как бы мои труды а с другой стороны на самом деле это лаконично это удобно и это адекватно по эксплуатационным спасибо тебе что согласилась ты у нас первый такой звоночек саранске по рум-туру по кабинетам дублирует дима его наверное не слышно друзья у кого в саранске есть желание вы не боитесь заходить в кадр кстати даже если боитесь можно вот за кадром то есть дима даже показывать вас не будет а даже и подписчики тюмени у кого есть интерьеры которым вы готовы поделиться мы с удовольствием приедем с ними потому что мы ближайшее время будем работать у вас все пока пасите большущая